Зеленский готовится ко встрече с Байденом. Рассказал журналистам, что у него нет плана А. Режим его живет по плану Б. Надо понимать, что Б это план бить по целям в глубине России. Зеленский мечтает, чтобы в ноябре на выборах победила Камала. Иначе Трамп, как обещал, завершит войну за 24 часа. Зеленский окончательно утратит власть. Так что Украине нужно готовиться к выборам в следующем году. Вероятно, еще до конца весны. Такую рекомендацию дает американская сторона Киеву. Согласно публикации издания РБК Украина. Это значит, что военное положение придется отменить. Организовать электоральный процесс во время боевых действий не получится. Перемирие должно начаться еще до старта избирательной кампании. Кроме того, США настаивают на переходном этапе, который покажет, что прекращение огня устойчиво. Так что до самих выборов на Украине минимум полгода перемирия. Сказочники. Подбодрить друг друга Владимира в Киев приехала глава Еврокомиссии фон дер Ляйн. Урсула пообещала, что Украина зимой не замерзнет. За подготовку к холодам заплатит Путин. Зеленскому выделят 35 миллиардов еврокредита, который Брестель собрался оплачивать доходами от замороженных российских активов. Но Зеленский требует, чтобы Евросоюз еще и поставлял на Украину электроэнергию бесплатно. К тому же на Западе все активнее говорят о том, что выход на границы 91-го года – это утопия, фантазия банковой. На деле, чем дольше тянуть с переговорами, тем будет хуже. Очень важные заявления сейчас приходят от Лаврова. Самое главное, наверное, Россия не хочет ядерной войны, только что заявил министр иностранных дел. У России есть вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима. Они в полной боевой готовности. Давайте послушаем. И никто не хочет ядерной войны. Мы это многократно говорили. Но, смею вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь очень серьезные последствия для хозяев украинского режима. Вооружения имеются, и они в состоянии полной боевой готовности. Вообще, я не знаю, что еще может остановить, отдалить или перспективу катастрофы ликвидировать. Потому что заявление о том, что США и Великобритания собираются дать согласие на использование западного оружия для ударов вглубь России в частном порядке в ближайшей неделе. Конечно, оно... Из него следует, что апокалипсис близок как никогда. Ну и тем более формулировка в частном порядке ничего кроме иронии не вызывает. В частном порядке не получится. В частном порядке британская, американская, французская армия не смогут наводить эти ракеты на цели. В частном порядке спутники НАТО не работают. Это государственная политика. И, конечно, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания станут полноценными участниками конфликта, войны, комбатантами и законными целями. Ну и с последнего, на чем хочется заакцентуровать внимание, так то, что заявил Володимир Зеленский, что три пункты уже готовы. Украина уже подготовила три пункты плану для того, чтобы говорить с РФ в любом формате. Снова же таки, тут повторюсь, это онлайн и офлайн формат может так и быть. Мы заявили, что готовы видеть Россию на другом саммите. Потому что все наши союзники, включено и с найближчими, которые на нашем боце, и всегда против российской агрессии, все сказали, что Россия должна быть на другом саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одния из сторон быть закинчение войны, сказал президент Украины. Ну и с привода фронта, который также последний заявил президент, не только стосовно курдской операции, а и то, что происходит на территории нашей страны, далее с вами детальнее обговорим. И так, он сообщает о том, что есть ротации в некоторых бригадах, очень повильно идет допомога. Прискорилась на начале вересня, и мы рады этому. Мы это чувствуем, заявил президент. Ну так, действительно, наши захинские партнеры, они сначала очень долго мают это обдумать, и потом лишь через очень большой промежок времени они решают, что нужно поставить, а может стать что-то страшное, например, какая-то атака Ерефи, в связи с которой загинуло очень много людей, тогда они активизуются и действительно начинают нам помогать. Так же, как сказала Аня, с этим решением, с точки зрения того, чтобы мы можем все-таки бить по территории Ерефи, для этого решения уже поздно, адже они действительно начали перевозить всю свою технику в более безопасные места, чтобы ее уберегать. Потому что мы уже очень долго просим, чтобы нам дали этот разрешение. И они же так же не дурные. Они понимают, что рано или поздно мы его получаем. И поэтому подготовились до этого таким образом. Будем продолжить с вами обговорить останнюю заяву от президента нашей страны. Так вот, план победы рассчитан до грудня, заявил Володимир Зеленский. Весь план победы рассчитан на швидкие решения наших партнеров, заявил глава державы. План победы Украины зависит от швидких решений США и других союзников у жевтні-грудня поточного года. Про это сказал президент Украины Володимир Зеленский в связи с пресс-конференцией с президентом Еврокомиссии Урсулою фон дер Ляйн у Киеві вчора, 20 вересня. Щодо плану перемоги, хотілося б бути послідовною людиною. И все детали я буду обговорювати с президентом США, потому что в большинстве своих решений щодо плану залежатиме саме від нього. Ну и також від других союзников. Но там пункты есть, которые залежатимы саме від позитивной воли и поддержки США. Дуже сподіваюсь, что он поддержит этот план. Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні статися починаючи із жовтня по грудень цього поточного року, заявив президент Украины. Далі цитую його меседж більш детальніше. Так от, тоді ми вважаємо, що цей план спрацює, запрацює, сказав президент України. Також глава держави хотів би побачити секретний звіт Білого Дому щодо війни в Україні, яку нещодавно передали до Конгресу США. Щодо стратегії президента Байдена, а вже ж я її не бачив. А якщо і він поділиться, із задоволенням зазначив Зеленський. Ну, з права до того, які ще останні заяви лунали від президента України стосовно плану перемоги, бо дедалі більше ми з вами чуємо взагалі ось такі спочатку меседжі від західних ЗМІ, від західних партнерів. І тому пан президент відповідає на це питання, як може, за якої умови може запрацювати план перемоги України. Так от, насамперед, Зеленський назвав умову, за якою це все може статися, і запасного плану Б для України, на жаль, не яснує. Так званий план перемоги, із яким президент України Володимир Зеленський наступного тижня ознайомить президента США Джо Байдена, буде реалізований, якщо західні партнери ухвалять низку важливих рішень до кінця поточного року. Про це український президент заявив 20 вересня під час спільної прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дреляєн. За його словами, успіх плану залежатиме саме від рішень, які будуть ухвалятися від західних партнерів. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює, сказав Зеленський. «Український президент наголосив, що сподівається на підтримку його плану у Білому домі. Запасного плану Б для України, за словами Зеленського, не існує. Ми вже у плані Б. Ми в ньому живемо. І ми в ньому боремось», зазначив президент України. Ну, з приводу зустрічі з тими людьми, які зараз балотуються у президенти США, а саме про екс-президента Дональда Трампа, багато з вами говоримо. Так от, з'явилася інформація від пана президента України. Він назвав, скажімо так, орієнтовну дату, коли може зустрітися із Трампом. Так от, насамперед, за словами президента, зустріч, імовірно, відбудеться 26 або 27 вересня. Він також зазначив, що команди України та Сполучених Штатів Америки вже ведуть переговори щодо цієї зустрічі. Президент зазначив, що хоча конкретну дату зустрічі з віце-президентом Камало Гарріц він не вказав, проте підтвердив, що ця зустріч обов'язково відбудеться.